День государственного флага, горячая линия от налоговой и народное голосование. Обо всем подробнее расскажет Мелады и Волина. Эфир продолжит постоянная рубрика Городовой. Белый, синий, красный. Сегодня вся страна отмечает День государственного флага. Праздник появился 25 лет назад. Российскому триколору уже более трех веков. Праздник прошел и в Магнитогорске. В Центральной городской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Дню российского флага. В торжественной обстановке наградили заслуженных ветеранов образования. Медаль отличника народного просвещения получила и Лидия Сергеевна Казакова. Она работала учителем. Последние 15 лет возглавляет школьную ветеранскую организацию. Организатор фактической работы в Роженкийском районе. Большое спасибо за труд. Для меня было главное, чтобы наши, мои учителя, активисты тоже были награждены. Я очень благодарна, что меня включил городской совет. И непосредственно под руководством Муравицкого мы работаем для награждения. Я очень довольна. Также все участники смогли познакомиться с историей российского флага. А в завершение для ветеранов приготовили различные игры, викторины и музыкальные задания. Есть вопросы, звоните. Завтра налоговая инспекция номер 16 вновь организует горячую линию. Речь пойдет о предоставлении декларации о доходах. Также специалисты расскажут о порядке предоставления налоговых вычетов и категориях, которые обязаны предоставить декларацию. Речь идет о горожанах, чьи имущества находятся в собственности менее трех лет. Горячая линия будет открыта с 9 утра до 4 часов дня. Классика или джаз. Горожанам предлагают выбрать музыку для первого вечера в виртуальном концертном зале. Проголосовать можно на портале Активный житель 74. Проект Всероссийский виртуальный концертный зал в Магнитогорске реализуют в концертном объединении. С помощью него жителям предлагают побывать на выступлении мировых знаменитостей. Концертный сезон откроется уже скоро. Какие произведения прозвучат в нем первыми, предстоит решить горожанам. Голосование продлится до 1 сентября. Мелада Иволина, Александр Маргунов, информационная служба Медиагруппы Знак.